Русские новости Русские новости. Неизбежно мы должны обращаться к русской идеологии. Многие из тех, кто смотрят наши новости, а пуще те, кто и не смотрят, хотят видеть в русском национальном движении сплоченную организацию, ясно выраженную идеологию, но, к сожалению, не готовы принимать участие ни в том, ни в другом, ни в том, чтобы существовала организация, ни в том, чтобы существовала ясная идеология. Многие так называемые идеологи таковыми не являются, потому что не обладают необходимыми знаниями и опытом в этом деле. Человек начинает из своих мозгов извлекать какие-то непонятно откуда взявшиеся мысли и заносить их на бумагу или какие-то компьютерные файлы, и потом распространять как некую идеологическую доктрину. На самом деле, для того, чтобы заниматься идеологическим творчеством, надо очень много знать. Надо знать, чем занимались другие люди, кто уже создал какие-то доктрины на сегодняшний момент. Надо их сравнивать, надо их понимать. И это дело научного исследования как минимум, а потом и политического творчества, в том числе и творчества, связанного с практической политикой. Если человек находится просто на обочине политической жизни, то никакой идеологии от него ждать не приходится. Человек должен находиться в гуще научных идей, в научной среде и в политике. Иначе какая может быть русская идеология? Это просто будет взгляд и нечто. Фантазий их очень много. Мне даже привелось написать целый список заблуждений, по которым я не буду проводить какие-то дискуссии, но, может быть, этому посвятим мы отдельную передачу заблуждениям, которые есть у русских людей, которые подчеркнуты из предшествующих исторических периодов. Мы прекрасно знаем, насколько покалечено русское самосознание советским периодом, социалистическими идеями и постсоветским периодом, либералистическими идеями. Те и другие идеи являются противниками русской идеологии, русского национального мировоззрения. Тем не менее, многие следуют вот этим доктринам, придумывают, а что бы такое могло быть демократией для русского человека, как эта демократия должна выглядеть. И повторяют практически все то же, что понаписали, понавыдумывали либералы. Или начинают обдумывать, а что такое социальная справедливость, и кроме социализма советского периода им на ум ничего не приходит. Ну, какие-то нюансы придумывают, пытаются как-то это подстроить под современность, но на деле не выходит ничего. Вот все эти доморощенные идеологи, мне часто присылают какие-то идеологические разработки, читать просто невозможно, видно, что это люди невежественные. Видимо, для невежеств это вот самое сладкое, это создать какую-то доктрину, которую они будут сами для себя превозносить выше высокого. Но вы попробуйте хотя бы с кем-то эту доктрину согласовать. Тогда вы неизбежно пытаетесь создать какую-то организацию, привлечь сторонников. Но получается так, что все эти доморощенные идеологи, кроме самого себя, не могут представить ничего. То есть они не могут вести дискуссию. Они не вели до этого дискуссию с оппонентами, которые есть в научной литературе, в русской философии, в сочинениях умнейших русских людей. Они все это не освоили, поэтому вот эту заочную полемику для себя они не провели, и не выработали тех критериев русской идеологии, которые обязательны. Они должны покоиться на прочном основании русской философии, русской мысли. Если этого нет, то все это идеологический мусор. Я предлагаю не знакомиться даже с этими материалами. Если они исходят от людей невежественных, если с первых строк ясно, что человек просто что-то выдумывает, и естественно ему кажется, что он выдумал все это сам, и что он все это соединяет с окружающей его действительностью, и это именно то, что нужно. Но на самом деле он просто извлекает из своей памяти обломки других идеологических доктрин, которые ему впихивались в голову или продолжают впихиваться через средства массовой информации. Собственного идеологического творчества, собственного напряжения мысли там нет. Есть просто записывание на бумагу всякого бреда. Вот чтобы этого бреда не было, нам придется обратиться к вопросам русской идеологии. Я хотел бы начать с идеологии, которая принята в партии Великая Россия. Самого краткого документа, который только можно себе примыслить, это программа партии. Она специально сделана так, чтобы в ней была конкретика, практика повседневной работы, конкретный проект. Конечно, для того, чтобы создать фундаментальное идеологическое сочинение, нужны десятки, не десятки, а даже сотни страниц. И этому посвящены другие работы. А вот как сконцентрировать и очень компактно изложить, в общем-то, для всех некую идеологию, мы попытались это решить при подготовке новой программы партии Великая Россия, которая была принята в 2011 году. И здесь не было индивидуального творчества. Я бы, наверное, написал эту программу как-то иначе. Да, я участвовал в ее создании, но участвовали и другие люди, в том числе и те, кто сейчас отошел от политической деятельности, от сотрудничества с нашей партией. Тем не менее, вот этот прямой диалог, прямая дискуссия, проверка каждого тезиса на его пригодность, на возможность его защитить какими-то аргументами, была проведена. И поэтому от программы, несмотря на то, что некоторые вещи там все время хочется поправить, мы отказываться не будем. Она будет именно такой, какой она создана в 2011 году. Вот посмотрим, что такое программа партии Великой России. Может быть, те, кто будут смотреть этот ролик, подумают насчет того, насколько эта программа близка им, и могут ли они ее поддержать. Ну, не просто так вот сказав себе, ну да, неплохо, ребята молодцы, так виртуально похлопать по плечу, сказать, хорошо, сойдет. А именно присоединиться к тому, чтобы быть носителем русского мировоззрения, и с этой программой идти во все дискуссии, которые сейчас происходят, и, к сожалению, не на очень высоком уровне, представленные в социальных сетях, и иногда в каких-то схватках такого словесного больше свойства, чем идеологического. Но быть носителем русской идеологии можно, освоив хотя бы вот те тезисы, которые есть в программе партии Великая Россия. Программа начинается с таких слов. Национально-патриотическая партия Великая Россия отвергает западные идеологии либерализма и коммунизма, являясь партией русской нации, партией патриотов России. Здесь очень важные моменты. Во-первых, отрицание чуждых нам идеологий, либерализма и коммунизма. Ну, добавим в скобках, и социализма, как некой мягкой формы коммунизма. На самом деле, любой, кто обращается к социализму, он либо доходит до марксистской доктрины, до коммунизма, до сталинизма, а это все одно и то же. Идеологическая доктрина сталинизма ничем от ленинской или доктрины Троцкого ничем не отличается. Поверьте, это предмет просто исследования. Именно так. Практика отличается, конечно. Троцкий по одному действовал, Сталин по другому, но сама идеологическая доктрина ничуть не изменилась. Построение коммунизма в одной стране, ну, это вот и все различие между классическим марксизмом и марксизмом Ленина-Сталина. Но основы все абсолютно те же самые. Поэтому, кто занимается социализмом, кому вот это слово въелось в мозги, тот докатывается до коммунизма, до марксизма, до интернационализма и, в конце концов, до русофобии, до ненависти к исторической России, ко всем ее героям, совершениям и так далее. Вот когда не додумывают до конца, тогда могут это все совмещать, поэтому позиция противоречива. А если додумывают до конца, то это чистый марксизм. Или сползают в другую сторону. Вот западная социал-демократия, так называемый шведский социализм, где в Швеции на самом деле монархия, никакого социализма там никогда не было. Ну, вот термин придумали демократы, там где-то в конце 80-х годов, шведский социализм. Никакого социализма там, ей-богу, нет. Но если человек использует это слово именно в таком звучании европейском, он превращается на самом деле в чистого либерала. Ну, с некоторыми небольшими нюансами, но он чистый западник. Социалист западник или либерал западник, разницы между ними практически нет. И вот здесь партия Великой России говорит, ни либерализма, ни коммунизма. То есть никакого марксизма, никакого социалистического учения и так далее. Мы националисты. Вот это записано. И мы, партия русской нации, партия патриотов России. Национально-патриотическая партия, партия патриотов России. Это тоже второй очень важный момент, что патриотизм и национализм, они соединены вместе. Когда связь разрывается, то и патриотизм получается, не пойми какое-то, скорее ближе к любви к начальству и к своему личному спокойствию, чем действительно любовь к родине. И национализм, если он отрывается от патриотизма, он превращается, вот в современных условиях, например, в Бандеровщину. Или в какие-то тоже прозападные позиции. Или в гитлеризм. Или все что угодно. Но с русской почвой он не связан. Национализм без патриотизма бессмысленен. Патриотизм без национализма фальшивка. Зрелый патриотизм, это и есть национализм. То есть в таком случае, национал-патриотизм, это доктрина, в которой не утрачена почва русской истории, русского мировоззрения. И в то же время формируется солидарность русских людей, которые объединяются в политическую нацию. Нация, понятие политическое, многие этого не знают. И с определениями у нас, как всегда, проблемы. И все говорят, дайте определения. Да уж сто раз давали эти определения, они есть даже в учебниках, что такое нация, что такое национализм. Еще раз обратимся к этим определениям, которые уже не раз давались. Не всегда они даются удачно, но обычно, что такое нация, что такое национализм, в словарях указано вполне правильно, за исключением советских словарей. И за исключением той риторики, в которой национализм рассматривается негативно. Во всех политологических словарях, во всех фундаментальных словарях, понятие национализм, как минимум нейтрально, никакого негативного оттенка там нет. Любой, возьмите словарь, возьмите британскую энциклопедию, или оксфордский словарь, или там какой-нибудь японский политологический словарь. Вот это все. Если вы посмотрите, там понятие это нейтрально. И учебники политологии в России тоже на правильной позиции находятся. А вот люди там типа Путина, там его окружение, путинистов, они говорят слово национализм с ненавистью. И навязывают эту ненависть людям не очень далеким, которые смотрят телевизор, и тоже происполняются ненавистью к национализму вообще, и к русскому национализму в частности, считают, что национализм – это и есть экстремизм. А экстремизм – это оборотная сторона терроризма. Все, значит, я ненавижу тех людей, которые убивают невинных, вот те, кто взрывали там метро, взрывали аэропорты там и так далее, убивали людей. Вот я их ненавижу, поэтому я ненавижу терроризм, ненавижу экстремизм, и ненавижу национализм. Вот эта тупая позиция обывателя Абсолютно для нас неприемлемо, мы должны это знать. Так вот, нация – это этносоциальная, то есть и то, и другое, там есть и социум, культурно-историческая и духовная общность людей. Этносоциальная, культурно-историческая и духовная общность людей. Если что-нибудь выпадает из этого определения, из этих аспектов, то тогда никакого национализма нет. Если это не духовная общность, то есть если там нет нравственной основы, то никакого национализма нет, потому что утрачивается как раз то, о чем я говорил, связь с русской почвой, связь с русской историей, с русским менталитетом, русской духовностью. Это, значит, этносоциальная, культурно-историческая и духовная общность людей, сложившаяся в процессе формирования государства. Заметим, государства здесь, это очень важно. Что без государства какой национализм? Абстрактный национализм без государства, который не стремится к государственному строительству, это не национализм. В процессе формирования государства и укоренения высокоразвитой культуры. Это означает, что всякие субкультурные группы к национализму не имеют никакого отношения. Вот эти вот любители разрисовать свое тело свастиками и любители позиговать, они не имеют высокой культуры. Они не понимают, что их поведение неприемлемо для людей, которые являются носителями высокой культуры. Тем самым они националистами не являются, и они в нацию не входят по этому признаку, что нация все-таки формируется в процессе формирования государства и высокой культуры. Нация формируется вокруг этноса или группы родственных этносов, несущего на себе основную нагрузку государственного строительства и создания единого культурного и политического пространства, то бишь политической культуры. В России только русская нация может существовать, никаких других наций в России в принципе быть не может. Кто утверждает иное, тот либо является невеждой, либо является просто врагом российской государственности и русской нации. В России только русская культура выработала основы политической культуры. Все другие национальности, этносоциальные группы и любые другие группы не являются носителями политической культуры, не имеют опыта государственного строительства. Только русские люди. Значит, это русская нация. Она существует, конечно, в подавленном состоянии, она затоптана, ее стремятся уничтожить, но она есть. Поскольку есть русская политическая культура, есть основа, русская политическая мысль, на основе этой мысли выработаны определенные ориентиры, высказаны те установки, которые существуют в мировоззрении по-настоящему русских образованных нравственных людей. Если нет необразованности и ненравственности, то вопрос о соотнесении себя с нацией всегда является проблемой. То есть человек должен получать дополнительно какие-то импульсы из области образования, то есть он должен просвещаться, и тогда он сближается с нацией и ассоциируется с ней. Либо он должен опираться на какие-то свои архетипические представления, которые не всегда могут продвигать его к нации. Но если он находит правильный ориентир, то он как бы душой, не интеллектом, а уже душой прилепляется к нации, и он интуитивно чувствует, где правда, где ложь, где польза русской нации, где вред для нее. Что такое национализм? Национализм – это идеология и политическая теория, чтобы никто не шарахался в разные стороны. Это идеология и политическая теория. Та идеология и та политическая теория, которая опирается на принцип верховенства нации перед иными общественными структурами. Верховенство нации. Нация выше государства. Нация выше любого этносоциального, культурно-исторического, духовного, религиозного объединения, которое существует на данной территории. Выше, если вы говорите, недавно такая вот скоропалительная дискуссия была у меня в интернете. Я знаю, где люди, которые близки мне по мировоззрению. Я нашла православных людей, там дама мне пишет, все, я все поняла, здесь мне неинтересно. Я иду только к православным. Где основа православия? Все переворачивается наоборот. Если вы занимаетесь политикой, вырабатываете политическое мировоззрение, то для вас национализм на первом месте. Православные общности ради Бога, но они на втором месте. Потому что если они на первом месте, тогда вопрос о существовании государства российского отходит на второй план. Как я приводил цитату Антония Хараповицкого, который сказал, пусть Россия умрет, зато Русь останется в виде каких-то деревенских сообществ, в виде храмов, где будут молиться. Тогда не будет никакой нации. Это никакой не национализм. А национализм утверждает нацию как высшую ценность в государстве. Ни один другой институт не является ценностью более высокого порядка. Национализм проявляется в инстинкте национального самосохранения. То есть это идеология и политическая теория, которая проявляется в инстинкте. То есть это идеология, которая воздействует на сознание людей. А в результате это сознание создает такой вот импульс инстинктивного самосохранения именно как политического объединения. Импульс, инстинкт национального самохранения, пробуждающего национальное самосознание и побуждающего к политическому действию К политическому, а не к какому-либо другому А что такое политическое действие? Это участие в политических объединениях, в политических союзах, в политических дискуссиях Именно в политических, ни в каких других Если люди любят заниматься ножевым боем, или любят ходить в походы, или любят переодеваться в камуфляжную форму Или любят пострелять Это не имеет к национализму никакого отношения То есть вообще никакого отношения Да, националисты могут заниматься и тем, и этим, и другим И заводить семьи, плодиться и размножаться Читать хорошую литературу Но собственно к национализму Это может способствовать национальному мировоззрению Но к национализму это не имеет никакого отношения Потому что это идеология и политическая теория Которая в результате того, что человек ее принял Проявляется в инстинкте национального самосохранения Инстинкт начинает пробуждаться Когда человек заполнил свое сознание Определенными идеологическими установками Если их нет, то и инстинкт не срабатывает Так устроена человеческая натура Это в животной среде, там инстинкт срабатывает автоматически А у человека есть множество всяческих тормозов Которые эти инстинкты перенаправляют, ограничивают или подавляют Вот национализм, он пробуждает инстинкт национального самосознания Но через что? Через политическую теорию, политическую идеологию И через участие в политическом действии И в чем выражается это политическое действие? Защита исторических традиций Кто против исторических традиций? Ну уж никак не может быть националистом Особенно национал-социалисты или там национал-демократы Они постоянно выступают против исторических традиций Ну хоть в чем-нибудь Социалисты чаще У них вот 70 лет советской власти Это вот просто их золотой век Мы, естественно, националисты этого признавать не можем А для либералов золотой век Это картинка для туристов Которая показывается западными странами Вот как хорошо Вот именно это нам и нужно, говорят национал-демократы Именно это мы там и видим, национальное государство Поэтому мы начинаем его копировать На самом деле это, конечно, ложь и обман Итак, политическое действие выражается В защите исторических традиций Национальных интересов И культурной самобытности России То есть не заимствование, а культурная самобытность Опора на свои собственные источники культурного творчества Недопущение ассимиляции То есть всякая поддержка иммиграции в Россию Огромных толп азиатов Никак не связана с национализмом Не может быть То есть это как бы ключевой вопрос Если вы за принятие в Россию Огромных толп переселенцев То значит вы против национализма Это как бы вот негативное определение Вы не националист Если вы за нынешнюю миграционную политику правительства Наконец, это действие направлено К подъему национального духа И исторического самосознания народа То есть все, кто оглупляет русский народ Никак не могут быть националистами Те, кто предоставляет ему примитивные суждения Примитивные лозунги Кто пытается маргинализовать русское движение Это не националисты Это фальшивки Это люди, может быть, специально внедренные в русское движение Для того, чтобы оно перестало быть национальным Вывеска осталась Русская организация такая Русская организация такая Мы националисты А все содержание Просто извратить и превратить в прямую противоположность Маргинализация русского движения Это враждебная по отношению к национализму деятельность То есть это то, что отвлекает людей От политической теории От политической идеологии И от политического действия В пользу построения русского национального государства А в России это и есть цель национального движения Вернемся к программе политической партии Мы такую преамбулу большую сделали Фактически по первому абзацу А дальше идет продолжение Которое логически следует из того понимания О котором я сказал Что такое национализм Что такое нация Мы националисты Написано в программе партии Великой России И считаем, что ключевыми жизненными ценностями для каждого человека Являются, внимание, Бог Свобода и справедливость Свобода и справедливость Это те элементы Которые заимствуются социалистами и либералами Коммунистами и либералами Они пытаются каждый вырвать что-то такое свое Из русского мировоззрения Все это обернуть совершенно нерусскими смыслами И выдать за то, к чему русские люди должны стремиться Мы как раз все это у них отнимаем Мы отнимаем у деполитизированных так называемых православных Которым наплевать на судьбу России и русского народа Отнимаем у них ориентацию на божественное Потому что мы знаем, что есть много чего, что выше земных Всех земных достижений Мы знаем, что нация без Бога это ничто Потому что нет стремления к высшим ценностям Значит не будет Общей точки притяжения Значит нация не сложится Значит это национализм фальшивый Выше нации только Бог Но это уже не в политическом пространстве А в пространстве мировоззрения Вот в мировоззрении мы и говорим Что мы националисты считаем ключевыми ценностями Жизненными ценностями для каждого человека Для человека Бог, свобода, справедливость Которые могут быть реализованы только в рамках национального государства То есть только национальное государство предоставляет По нашему мнению По мнению членов партии Великая Россия Полноценное понимание Бога, свобода, справедливости И это полноценное понимание в рамках национального государства Реализуется в определенных программах В строительстве этого государства В построении социальных отношений, экономических отношений Дальше читаем Вся деятельность партии будет направлена на реализацию Следующих мер национального возрождения То есть вся программа партии направлена на меры национального возрождения Естественно мы говорим Что раз мы русские националисты И живем в России То все эти меры направлены на возрождение Именно русского национального мировоззрения И русского утверждения Русского национального государства Элементы которого в нашей истории До 1917 года были А после 1917 года у нас были Некоторые элементы государственности которые обязательны вообще для любого государства, национального, антинационального, какого угодно. После 1991 года, когда Ельцин захватил власть, и теперь за это ему построили Ельцин-центр 100 тысяч квадратных метров, это просто ужасное позорище для нашей страны, и в этом позорище мы видим Путина с цветочками, кучу всякой сволочи, которая туда набегает, и вот Ельцин никому в нашей стране не строили такой памятник 100 тысяч квадратных метров с образовательным центром, музеем, бронзовым бюстом, громадными гранитными надписями, фотографиями юности и так далее. Ни одному человеку не построено, мы к слову скажу, это антинациональное, не государство уже, антинациональный оккупационный режим, имитирующий существование государства вообще. То есть с 1991 года Ельцин-Путин, это не государство, это имитация государства, это оккупационный режим или государство, которое государство в кавычках только является, колониального типа, то есть мы колония, не государство, не государство, а колония. То есть мы даже от государственного строительства ушли, а национальном строительстве не то, что не занимались, а вот вся эта оккупационная администрация действует прямо против интересов русской нации, против строительства русской нации, поэтому стремится одурманить нас, с различными пропагандистскими продуктами, которые должны лишить нас национального мировоззрения. Подчеркну еще раз, это является целью режима Ельцина-Путина. Это один и тот же режим во всех аспектах, во всех. Я бы даже сказал, что при Путине русофобия усилилась многократно, приобрела системные формы, и воровство тоже самое приобрело системные формы, потому что из десятка олигархов выросло больше, чем сотня. Их вырастил Путин, это его опора, и он является их ставленниками. Соответственно, мы должны ощущать себя врагами, или мы для них враги, русские националисты, мы для них враги. А они, естественно, считают нас врагами, используют против нас самые грязные методы, в том числе и беззаконные. Ну, собственно, беззаконие является опорой ныне действующего режима, только за счет беззакония он и существует. Любое соблюдение закона, скажем там, на выборах, просто радикально бы изменило ситуацию в стране. Они этого не хотят, поэтому пользуются беззаконием. И криминал, и вот эта группировка, стоящая у власти, это социально близкие. Они осуществляют одну и ту же задачу – разграбление страны и уничтожение национального мировоззрения, которое может их подавить, если выльется в некие организационные форумы. Итак, что же партия Великая Россия собирается реализовать в качестве мер национального возрождения? Это программа, еще раз скажу, это программа, то есть то, к чему стремится партия в своих политических ориентирах. Государство, первый раздел. Объединить всех граждан страны проектом имперского строительства Великой России. Имперского строительства. Почему именно имперского? Ведь империя – это что-то такое насильственное, что-то такое ужасное. Потом империи же все распадаются. Это нам навязывают, это идеологическую жвачку, что империя – это нечто такое, что должно обязательно распасться. Распадаются вообще все государства, но империи живут дольше всех. Самый жизнеспособный государственный организм – это империя. И в империи есть доминирующая нация, на нации все и основано, и национальные меньшинства. Вот это и есть модель русского государства. Доминирующая русская нация и национальные меньшинства, которые живут по воле русской нации, здесь же получают от нее защиту, получают от нее правовое обеспечение и так далее, но только по воле русской нации. Если деятельность этих этнических общин или национальных общин входит в противоречие с интересами русской нации, то они получают по закону все то, что должны получить. Методы легитимного, законного насилия, которые применяет любое государство. Любое, как бы оно ни называлось. Для нас имперское строительство – это оформление русской цивилизации на определенной территории. Цивилизация отличается от цивилизационного государства, от другого государства тем, что он может обходиться без всего остального мира. Не то чтобы хочет, но может в случае чего обойтись без всего остального мира. В том числе и если приходит время войны, то противостоять хоть всему остальному миру и обходиться без союзников. Они желательны, но в принципе, так как в Великой Отечественной войне Русь победила бы или Россия победила бы, ну там было название СССР, но на самом деле это была Россия, все еще это была Россия, хотя государственная власть была не русская, не российская, победила, несмотря ни на что, и обошлась бы без союзников, все равно бы победила. Это и означает, что в этом проявлялось и подспудное существование русской нации, которой не было дано править этим государством, и существование имперской формы государства, цивилизационной формы. Поэтому мы и говорим, объединить всех граждан страны проектом имперского строительства Великой России, неважно, русские они, нерусские, объединение проектом имперского строительства Великой России, осуществить переход от федеративной системы к унитарному государству, открытому к воссоединению с другими исконно русскими землями. Здесь заложена основа идеи воссоединения внешней политики, по меньшей мере, с Украиной и Белоруссией. Это воссоединение должно быть, это исконно русские земли. Есть и другие, скажем, Северный Казахстан, тоже исконно русская земля. Федеративная система должна быть уничтожена, поскольку она является средством расчленения страны, формирования дополнительных отрядов бюрократии, этнической бюрократии, этнической преступности. Там Кавказ, там Чечня для чеченцев, Якутия для якутов и так далее. Вот это все должно быть устранено. Никакой Якутии, никакой татарии, соответствующей губернии, как и было в Российской империи, именно так и строилась имперская государственность России. Без федерализма только унитарное государство. Следующий пункт. Остановить вымирание и обеспечить численный рост русской нации. Предоставить многодетным семьям пособия и льготы, необходимые для полноценного воспитания и обучения детей. Рассматривать женский труд в семье как трудовую деятельность. Ну, соответственно, за трудовую деятельность должно быть и соответствующее денежное вознаграждение в виде заработной платы. Это тоже заработная плата. В новых условиях по-новому должна строиться демографическая политика. То, что она строится по принципу «вообще не замечаю, что происходит в настоящий момент», это и есть проявление русофобской сущности нынешнего путинского политического режима. Третий пункт. Уничтожить в стране нищету, бедность и безработицу. Я еще раз подчеркну, что здесь есть еще пункт «безработица». Возможности приложить свой труд безграничное количество мест. Вопрос лишь в организации. Если государство не способно человеку предоставить возможность трудиться и получать достойную зарплату, если оно не может его перепрофилировать или его деятельность, его профессиональную ориентацию перепрофилировать в нужный момент и направить его трудовые и творческие усилия в определенное русло, значит это государство скорее оккупационное. Потому что ему все равно. Работает человек, не работает. Сколько человек работает. Уклоняется ли кто-то от трудовой деятельности. Живет ли он за хребетником за счет своих родных и близких. Каждый должен получить, во-первых, возможность трудиться, а во-вторых, должен быть принужден к труду в меру своих способностей и профессиональных навыков. Понятно, что инвалид тоже может трудиться. Тоже может. Но его труд, пусть на копеечку, он должен быть. Пожилой человек должен трудиться. Пусть в семье, как мы говорим, если оплачивается трудовая деятельность женщины в семье, значит и должна оплачиваться трудовая деятельность пенсионера в семье, например, уход за внуками. Или какие-то другие функции посильные, час в день, если очень тяжело. Есть люди, которые совершенно не могут трудиться. Ну тогда да, тогда они живут только на то пособие, которое государство предоставляет и теми возможностями, которые предоставляют родственники. Но если человек может трудиться хотя бы на копейку, он должен трудиться. Если он хочет трудиться, такие возможности ему должны быть предоставлены. Итак, уничтожить в стране нищету, бедность и безработицу. Реализовать для всех граждан России право на труд. Ввести меры по борьбе с тунеядцем и асоциальным поведением. Вот это то, чего нет вообще в ныне действующем государстве, в кавычках, под названием Российская Федерация. И таких ориентиров у ныне действующей власти тоже нет. Четвертое. Обеспечить приоритетное развитие малых городов и поселений с современной инфраструктурой, где каждая семья сможет жить в собственном доме. Вот именно это и есть образ будущей России. Не мегаполисы, перекормленные, там вот прирезали к Москве еще территорию Новой Москвы. Это безумие. Даже я бы сказал не просто безумие, это рассчитанное преступление. Стащить всю Россию в Москву или в Подмосковье. И вот этот конгломерат, как он будет выживать? Можно сказать, что выживать он не будет. Он умрет однозначно. Если мы не хотим гибели России, гибели ее крупнейших культурных научных центров, мы должны строить одноэтажную Россию. Без этого просто невозможно представить себе будущее нашей страны. Поэтому малые города с развитой инфраструктурой, сельские поселения с развитой современной инфраструктурой. Это должно быть ориентировано. А не развитие, расширение города вообще должно быть закрыты. Закрыты. И жизнь в городах, кому-то может кажется, она легкая. Да, для некоторых категорий паразитов она легкая. Вот паразитизм, когда уберем, тогда жизнь в городе будет довольно-таки тяжелой. А жизнь на селе должна быть избавлена от бюрократического диктата, от многих налогов. И предоставлены большие возможности. Вот сейчас нам говорят, а берите по гектару или по 5 гектаров земли на Дальнем Востоке. А кто занял землю в центре России, извините? Если это латифундисты, то эту землю у них надо просто отнять. И русский человек должен иметь возможность жить на земле в своем доме, в своем родовом поместье. Это, конечно, не купеческий дом или не какой-то дворец, а родовой дом, там, где каждому члену семьи есть где жить, есть где заниматься производительным трудом, где хранить продукты, есть средства для того, чтобы сбывать эти продукты и так далее. Это настоящая Русь. А то, что сейчас у нас устроено в Российской Федерации, это просто портрет нашей гибели. Вот все, что мы видим вокруг, это есть свидетельство того, что Россия просто уничтожается у нас на глазах. Пятый пункт. Восстановить боеспособность армии и флота. Построить новую армию на основе всеобщей воинской обязанности и воинской учебы. Это довольно давняя идея, что каждый, как посильно каждый должен трудиться, должен, не только иметь право, но и должен, так посильно каждый должен участвовать в всеобщей воинской обязанности. Хотя бы на сколько-нибудь. Должна быть воинская профессия у всякого здорового, вменяемого человека. И каждый по возрасту должен в этом участвовать. Дети, проходящие обучение или студенты, должны приобретать военную профессию. Пусть это будет профессия рядового состава, если трудно освоить какую-то более тонкую профессию. А нам нужны и высокоинтеллектуальные кадры в армии военного периода, когда будет осуществлен массовый призыв. Вот скажем, каждый, кто смотрит эту передачу, спросите себя, вы знаете свое место в строю, если завтра будет объявлено военное положение и завтра вас на призывной пункт позовут? Нет, вы не знаете. Я вам могу сказать, что и министр обороны, и все министерство обороны не знает, где вы будете защищать нашу страну, если будете призваны. Не знают. Не знают. А им мы и не нужны. Потому что они считают, что война это вот так вот. Самолеты летают, бомбят, причем по ним никто не стреляет. Вот выстрелили в нашу сушку, сбили ее. И только после этого они вдруг очнулись, что оказывается их надо защищать, оказывается, тут могут быть системы противовоздушной обороны, и тут может быть вражеская авиация. Вот она, турецкая авиация, проявила себя как вражеская. И только тут они очнулись, что война ведется комплексами вооружения, а не только отдельными самолетами, которые в свободной охоте находятся. Что это вообще? Бредни какие-то. Это не война, а имитация. Это пропагандистская акция, которая чревата гибелью людей. И эта гибель уже произошла не только военных, но и сбитый самолет над Синайом. Это тоже, в общем-то, позор для всей внешней политики Российской Федерации. Но ничего другого мы от нее и не ждем, поскольку это антинациональная власть, захватившая все посты, которые должны были бы занимать русские люди и строить национальное государство. Так вот, восстановить боеспособность армии и флота невозможно без того, чтобы к ним не подключились те, кто в армии напрямую не служит. Но обязан пройти воинскую учебу, обязан приобрести военную специальность, регулярно поддерживать свою квалификацию на сборах, на военных сборах. И если человек просто выбывает с какого-то возраста, если он не способен уже, ну извините, даже и в 50, и в 60 человек лет может быть человек здоровым и вполне способным защищать свое отечество. Не надо его списывать. Списать можно только по здоровью. Даже, ну даже, извините меня, одноногий человек может сидеть и заниматься там заполнением каких-нибудь карточек в военкомате. То есть военная специальность может быть у подавляющего большинства людей, и в случае большой войны она как никогда сейчас реальна для России. Выступить на защиту отечества на своем участке обороны страны. Следующий раздел называется «Нация». Следующий пункт – это прекратить дискриминацию русского народа, установить подлинное равноправие между всеми гражданами, разумеется, это равноправие перед законами, равное праву. В равных диспозициях равные права. Между всеми гражданами, проживающими на территории России и объединенными в русскую нацию. И объединенными в русскую нацию. Те, кто не объединен в русскую нацию, ну в принципе человек может сказать, да я не хочу учить русский язык, я хочу там жить где-нибудь в Туве, в горах, пасти своих овец, и больше, ну тогда он должен быть лишен просто политических прав. Он не может их реализовать в силу отсутствия у него понятия о том, что он принадлежит к общей нации, к национальной общности, к русской нации. Он хотя бы не владеет русским языком. Не владеешь русским языком, все, до свидания, ты не можешь соучаствовать в строительстве государства. Ты не принадлежишь к политической нации. Не вопрос, это выбор каждого человека, принадлежать к нации или нет. Но равноправие для тех, кто равны в понимании своей принадлежности к политической нации, а она может быть только русской. Если ты не принадлежишь к русской политической нации, то ты живешь вне полноты прав, вне того правового поля, которое позволяет тебе участвовать в формировании государства. Таких людей не надо и в армию призывать, потому что они не отвечают за защиту отечества, они не понимают, что такое отечество. У них есть свой аул. Ну, ради бога, пусть живут в своем ауле, никто не возражает. Все остальные права не будут ущемлены. Только политические. Вы не участвуете в строительстве государства, формировании органов власти, в определении основ культурной политики, национальной политики, оборонной политики и так далее. Вы живете своей частной жизнью. Кто хочет жить своей частной жизнью, не призываться в армию, не нести воинской обязанности, ладно, хорошо, вы просто живете на этой территории. У вас есть только подданство. А полное гражданство есть только у тех, кто способен, готов, хочет защищать свое отечество и, соответственно, принадлежать к политической нации. Национализировать предприятия ВПК, предприятия ТЭК, топливно-энергетического комплекса и добывающие промышленности, инфраструктурные монополии, транспорта и связи. Это достаточно очевидная вещь. То, что у нас сейчас называется естественные монополии, они тоже, даже если там большая часть пакета акций принадлежит государству, это не государственные структуры. Они управляются людьми, которые к интересам русской нации не имеют никакого отношения, а скорее являются врагами русской нации. Поэтому национализация предполагает еще не просто национализацию целиком всех этих пакетов акций, а национализацию и управление этими государственными корпорациями. Изъять в пользу государства неправедно нажитое состояние, полученное в результате грабительской приватизации или с использованием должностного положения. Не только приватизация привела к ограблению нашей страны, но и использование должностного положения. А это фактически деятельность всех представителей власти на всех уровнях. Это то, что является как бы частью их профессии. Их заставляют в этом соучаствовать. В неправедном наживании огромных капиталов. Как, например, руководство Красногорского района, Московской области, где так называемый Красногорский стрелок порешил своих подельников. Но не всех. Вот один из подельников, господин Расказов, руководитель этого района, в течение многих лет, который занимался разграблением земельных ресурсов, распродажей за копейки территорий, захватом охранных зон и так далее, он пока еще находится на свободе. Вот такие люди должны быть лишены собственности полностью, любой собственности. Они, их близкие, родные и друзья, если они были замешаны во всех этих махинациях. И здесь, конечно, должно быть ускоренное судопроизводство. Это должно произойти быстро. Ликвидация олигархических структур. Это, конечно, прежде всего отъем собственности. Лишение высших должностных лиц в этих корпорациях, которые направлены против интересов России, должно произойти просто мгновенно. На завтра, как только русская национальная власть устанавливает, все эти люди идут под арест. А управление осуществляется ниже стоящими структурами, пока они не будут замещены действительно патриотами России, русскими националистами. Они под руководством русских комиссаров будут управляться так, как нужно. По крайней мере, не против интересов российской государственности и не против интересов русской нации. Следующий раздел – служение элит. Может быть, слово элиты здесь не очень хорошо, но другого мы не можем подобрать. Мы имеем в виду все-таки настоящие элиты, неэффективные, самые богаты тоже должны служить так, чтобы как-то оправдывать свое владение крупными капиталами. Например, быть талантливыми управленцами. А если нет таланта, извините, тогда вы и капиталом не можете владеть. Утвердить незыблемое правило. Госчиновник – слуга нации, а не ее господин. Чиновник – исполнитель. Даже концепция исполнительной власти предполагает, что чиновник должен исполнять, а не формировать правовую систему Российской Федерации. В будущем мы все-таки рассчитываем, что у нас не Российская Федерация будет, а просто Россия или Российская империя. Власть должна служить интересам нации и быть ей подконтрольной. Подконтрольная власть – это требование многих, не только, конечно, партии «Великая Россия», программу которой я представляю, но у нас это требование включено во все остальные требования, которые специфичны именно для Русской Национальной Партии. Многократно сократить госаппарат. Это требование связано с тем, что эта бюрократическая система, она просто нас душит. Если люди не могут владеть компьютерными технологиями, ну, нечего им делать в качестве управленцев. Если им нужны секретарши, которые разливают кофе, чай, а сами они этого не могут, пусть идут отдыхать на какие-то другие должности. Здесь должны быть люди высокопрофессиональные, которые оправдывают свое предназначение служения Отечеству. То есть должен быть проведать и отбор лучших. Если кто-то чего-то не умеет, то можно научить. Если не способен научиться, иди на должность ниже, там, где твои способности соответствуют, твоя должность соответствует твоим способностям. То есть многократно сократить госаппарат именно с этой целью, вот эту паразитическую надстройку надо ликвидировать. А оставить только тех, кто действительно служит интересам Отечества и может служить, не просто хочет, а может. Заставить госаппарат эффективно работать. Заставить. Заставить – это значит, если ты неэффективно работаешь, то ты совершаешь должностное преступление. Недостаточная профессиональная подготовленность – это должностное преступление. Ввести смертную казнь за коррупцию, фальсификацию выборов и измену Родине без ограничения срока давности. Я бы сказал, что этот принцип должен воплотиться и в другом принципе – в обратном действии закона. Человек, который в настоящий момент не считается изменником Родины, будет считаться таковым, когда придет русская национальная власть. Потому что она правильно даст определение этому термину – измена Родине. И, естественно, за фальсификацию выборов, кто их фальсифицировал, без срока давности, должны преследоваться. Потому что они не просто совершили какие-то должностные подлоги, они выступили против порядка государственного управления, против народного представительства, которое определяется на выборах, против принципов формирования высших органов государственной власти. А, соответственно, искаженное формирование этих органов приводит к фальсификации законодательства. То есть это преступление одной из самых тяжких – фальсификация выборов. Это фактически та же самая измена Родине. Ну, только на определенном локальном месте. Это не передача какой-то шпионской информации, как было в Советском Союзе. Ну, там другое было законодательство. А для нас нужно вот именно такое, которое определяет фальсификацию выборов, любую попытку искажения народного представительства, искажения мнения людей о том, каково оно должно быть, кто там должен быть представлен, надо рассматривать как измену Родине. И следующий пункт в обеспечить элите общества тем, кто приумножает национальные богатства и защищает Россию от врагов Отечества, достойное содержание по выходу в отставку. То есть это означает, что государственная служба, она должна быть за счет государства, только за счет государства. Никаких сторонних доходов, никаких сторонних услуг. Внутри государства все предоставляется. Школа для детей – есть государственная школа. Твои дети должны учиться здесь. Институт для детей – пожалуйста, да. Если твои дети вдруг решили послужить иному отечеству, то, наверное, тебе тоже надо перейти из государственной службы в какую-то другую. Если ты решил, что твой отдых, свой отдых ты выбираешь свободно, ты едешь в Таиланд или, не знаю, в Южную Америку, там тебе хочется отдохнуть, ну, наверное, тогда тебе надо и с госслужбой тоже расстаться. На госслужбе ты в государственных учреждениях получаешь все услуги. Машину захотел купить, ну, подороже, или тебе нравится вот именно эта машина. Тогда не надо служить на госслужбе. На госслужбе тебе предоставляется служебная машина, не умеешь водить тебе предоставляется, пока ты учишься. Водитель, если ты научился, значит, ты на этой машине ездишь, она не принадлежит тебе, она принадлежит государству, а тебе предоставлено в пользование, пока ты находишься на соответствующей должности, которая предполагает пользование автомобилем. Все услуги должны проходить через государственную службу, а содержание, собственно денежное содержание должно быть очень незначительным. Вот когда госслужба закончилась и твои заслуги признаны, и никакой преступной деятельности, никакого противодействия интересам нации и государства за тобой не было, тогда ты получаешь денежное содержание и тогда, пожалуйста, езди в Таиланд, в Южную Америку, куда угодно, отдыхай где хочешь и так далее. Ты находишься на пенсии, может быть даже у тебя сохранились какие-то льготы, как у бывшего государственного служащего, может быть тебе еще какие-то неденежные формы услуг предоставляет государство. Но пока ты на службе, это принцип платоновского государства, стражи не должны касаться золота. Вот государственные служащие не должны быть ни владельцами каких-либо акций, облигаций, их родные и близкие, то же самое. Если твоя жена бизнесмен, пожалуйста, иди за пределы государственной службы и там служи. Если хочешь быть на государственной службе, значит никакого конфликта интересов не должно даже рядом быть в твоей семье. Пока члены твоей семьи находятся в рамках государственных интересов, ради бога ты служишь. Как только кто-то решил выйти за пределы, твоя служба закончилась. Экономика. Определить приоритетом экономики развитие ее реального сектора. То, чего в современной Российской Федерации просто и рядом не лежало. Там приоритет денежных мешков, приоритет банковской системы, финансовой системы. Там вообще никто не думает о производстве. У нас первый приоритет – реальный сектор экономики. Производство товаров и услуг. Прежде всего, конечно, товаров, услуги – это уже второй уровень. Это способствование тому, чтобы приобретенными товарами можно было пользоваться эффективно. Кардинально упростить налоговое законодательство. Сейчас налоговое законодательство просто убивает, потому что каждый чиновник из налоговой службы может тянуть из тебя жилы, из каждого предпринимателя и обычного гражданина. Кардинально должно быть упрощено. Упразднить систему фиктивных денег и обеспечить эмиссию денежной массы товарным эквивалентом. То есть, сейчас у нас деньги привязаны к доллару, золотовалютным резервам. Эмиссия должна быть только под товарный эквивалент. А вклады в банках – стопроцентным резервированием. Это значит, что банки, по сути дела, превращаются в сберегательные кассы. Ты не можешь распоряжаться фиктивными деньгами, не можешь выпускать больше акций, ты не можешь выпускать денежные суррогаты. Деньги, которые кто-то положил в банк, ты можешь дать кому-то другому. Но не более того, если ты не даешь никому другому, то эти деньги просто хранятся. Это сберегательная касса. Государство гарантирует сохранение этих денег от инфляционного износа. Определяешь, что такое инфляция в течение каждого года по известным опубликованным методикам. По стоимости, скажем, группы товаров, самых ключевых товаров. Вот такая методика. Фактически, это ликвидация в нынешнем виде всей финансовой системы и замена их такой финансовой системы, которая подкрепляет реальную экономику, которая позволяет гражданам сберегать деньги и приобретать дешевые кредиты. И в том случае, если гражданину нужно, и финансовая система, национальная финансовая система соглашается с тем, что ему кредит нужен для того, чтобы приобрести товары, которые будут оплачены дальнейшими платежами в покрытие этого кредита. Все. Вот такая финансовая система нам нужна. Нынешняя является враждебной. Нам должна быть уничтожена. Возродить сельское хозяйство, введя гарантированные фиксированные закупочные цены на основные биржевые товары будущего урожая. Биржевые – слово здесь плохое, потому что, в общем-то, биржи должны быть закрыты. Может быть, они должны быть, как, ну, они и сейчас неприбыльные, но как некий-некий такой индикатор. Как его сформировать, я пока не могу сказать, но, по крайней мере, если сохранять, то как индикатор, а не как место, где производится реальная передача товаров от одного собственника к другому, и где возможны спекуляции. Вся спекулятивная прибыль должна быть изъята 100%, всегда. Итак, возродить сельское хозяйство, введя гарантированные фиксированные закупочные цены на основные биржевые товары, но, естественно, имеется в виду сельского хозяйства, например, зерно. Товары будущего, на основные биржевые товары будущего урожая. То есть, речь идет о сельской продукции. Их, если эти закупочные цены будут стабильными, соответственно, стабильно будет производство сельскохозяйственной продукции. Даже если в какой-то момент будет провал, то эти закупочные цены будут подняты для того, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям, и чтобы на следующий год провал этот был компенсирован дополнительным производством тех продуктов, в которых ощущался дефицит. Восстановить военно-промышленный комплекс, отвечающий требованиям времени. ВПК должен быть флагманом отечественной промышленности и науки. Сейчас создается иллюзия, что это делают. Я думаю, что нас обманывают. Проверить очень трудно, потому что нас всегда обманывают. Но, коль скоро нас всегда обманывают, я предполагаю, что и в этом секторе экономики нас обманывают. По крайней мере, мы точно знаем, что ВПК не стал флагманом российской экономики. И, видимо, не станет, потому что это еще одно из средств воровства на недействующей политической верхушке, которая использует статус военно-промышленного комплекса «Секретные производства» для того, чтобы обогащаться и не получать вмешательства правоохранительных органов. Вот это все, конечно, должно быть изменено. И оно изменится автоматически, как только к власти придут русские националисты. Они тут же проведут ревизию и тут же определят, где были совершены преступления, где была изъята прибыль вот этих военно-промышленных структур в пользу частных лиц. Военно-промышленный комплекс не может работать ни на копейку в пользу частных лиц. Этого быть не может. Сопутствующее производство, да, там какие-то поддерживающие частные предприятия могут быть. ВПК, как таковой, работает только на интересы страны. Раздел «Социальная политика». Прекратить коммерциализацию культуры, образования, науки, медицины и спорта. Совершенно очевидное требование, его даже не надо комментировать. Установить все виды стипендии и пенсии не ниже прожиточного минимума. Это очень важно. Взрослый человек должен получать столько, чтобы он мог себя прокормить, прокормить свою семью. Повышение уровня соответствующих выплат проводить пропорционально росту национального дохода страны. Ну, чтобы так у нас не было, что пенсии, скажем, отстают от общего роста. Ну, а если потери, ну, соответственно, уменьшение, извините. Возродить систему бесплатного государственного образования, направленную на получение максимально высокого уровня знаний, полезных в жизни умений и навыков. Вот этого нет. Ну, не бесплатная у нас система образования уже давно, и на всех уровнях она перестала быть бесплатной. Направление на получение максимально высоких знаний тоже полностью отсутствует. Сдать там какие-то экзамены, тесты заполнить – это же не знания. И полезных в жизни умений и навыков – этим вообще никто не занимается. Следующий раздел – судебная система. Утвердить право каждого гражданина на справедливое рассмотрение дел в суде. Это право не утверждено. Оно нереализуемо в силу того, что суды не работают эффективно, и в силу того, что суды направлены вовсе не на интересы граждан и не на интересы нации и государства. Все это должно быть возвращено, ну, вот, как было, в общем-то, когда еще судебная система в Российской империи находилась, можно сказать, в зачатке. А сейчас ее, как таковой, нет. А для того, чтобы было справедливое рассмотрение в суде, как мы считаем, должна быть выборность судей и рассмотрение дел с участием присяжных заседателей, это должно быть основой правосудия. Понятно, что присяжных заседателей может быть, там, 12, а может быть, 2, как вот раньше в советской системе были народные заседатели. Судить без граждан – это просто преступление. Всякий гражданин в состоянии разобраться со всеми хитросплетениями, которые возникают в судебных процессах. Всякий гражданин, я уверяю. Любой человек у нас с высшим образованием теперь подавляющее большинство. Ну, если человек не может разобраться, ну, видимо, у него проблемы с тем, что высшего образования как такового у него нет. Разобраться может каждый. Поэтому это часть гражданского служения. Не хочешь ты этим заниматься, ну, значит, твоя гражданская правоспособность ограничена. Если ты не хочешь разбираться вот в этих вещах, как народный заседатель, а народными заседателями у нас должны быть все, то и все должны проходить через эту систему, вот тогда, значит, у тебя ограниченная правоспособность и в каких-то других вещах, ну, вот в том числе и в формировании органов высших, органов государственной власти, да, и органов местного самоправления тоже под вопросом. Если ты даже в этом не разбираешься, если ты не хочешь послужить закону и справедливости, как народный заседатель, как народный представитель, как присяжный, ну, значит, тогда, видимо, ты отказываешься от полноценного гражданства и признаешь, что за тобой только усеченное гражданство. Вот есть и далее продвинутая идея выборности судей, дополнение того, что здесь в программе у нас нет. Это все-таки моя мысль о том, что судьями должны быть просто граждане, обычные граждане. А помощниками судей, да, могут быть дипломированные юристы, которые готовят материал, подсказывают и так далее. Ответственность на себя должен брать гражданин, он должен проявить себя и как судья. Ему не надо судить постоянно, но, скажем, если человек хотя бы раз в год проводит какой-то процесс, или там раз в пять лет, он в состоянии во всем этом разобраться при поддержке юристов и чувствовать, где справедливость и закон, а где фальсификация судебной системы и посягательство на права гражданина и интересы нации и государства. Если человек этого не может, ну, я не знаю, что дальше. Вот судебная система должна быть упрощена в этом смысле, что она должна быть понятна рядовому гражданину, который может, я уверен, абсолютно исполнять роль судьи. А судьи как корпорация абсолютно нам не нужны. Они сплачиваются в некий клубок, и у них там какие-то свои собственные интересы, резоны и так далее. Воздействовать на эту систему сейчас, например, нет никакой возможности. Сейчас при крайне низкой квалификации судей, при дезориентации их в морально-нравственной сфере, судебная система, можно сказать, исчезла. Для того, чтобы ее восстановить, нужно, чтобы она была доступна для обычного гражданина, который, естественно, раньше сам не находился под судом, в данный момент, когда он занимается судопроизводством, не находится под судом, имел бы некоторые навыки, то есть прошел бы там какие-то курсы подготовительные перед тем, как ему будет предложено какое-то конкретное дело, и должен был быть в состоянии разобраться вот в хитросплетении какого-то конкретного дела. Ну, а помощник судьи, профессиональный юрист, может ему подсказать, если где-то он не знает всех аспектов законодательства, должен подготовить вопрос и объяснить. Это за пределами, естественно, судопроизводства должно происходить в основном за пределами судебных заседаний, и сами судебные заседания должны по большей части заканчивать любой процесс в один день. В один день. Не надо забивать суды бесконечными посетителями, которые раз за разом приходят, сидят там часами и просто убивают вот то время, которое должны посвящать производительному труду. Ну, вот в судебной системе установили право гражданского гражданина справедливо рассмотреть в суде, выборность судей, восстановить смертную казнь для маньяков, педофилов и наркодельцов, жестко преследовать за продажу контрафактных товаров, незаконный оборот алкоголя и этнобандитизм. Этнобандитизм. Это вот пункты, по которым мы считаем законодательство не проработано, или вообще отсутствует понятие этнобандитизм, у нас в законодательстве отсутствует. Незаконный оборот алкоголя – это просто рядовое преступление. Мы считаем, что нужно вводить статью алкоголизации, алкоголизации населения, и по индикаторам следить, где, куда концентрируется алкоголь, где он действительно начинает убивать, а где в каких-то допустимых, условно допустимых нормах, на душу населения. То есть, если вдруг начинает алкоголизироваться одна деревня, а все остальные являются трезвенниками в целом районе, считать, что район в хорошем положении невозможно. То есть, индикаторы должны быть. И, соответственно, те, кто организует поставку алкоголя таким образом, что спаивает там целый населенный пункт, например, или какой-то регион, эти люди должны рассматриваться как преступники. То же самое и контрафактные товары. Это не просто экономическое преступление. Это преступление, если, скажем, это касается пищевых продуктов, это посягательство на жизнь и здоровье людей. Соответственно, так и должны судить. То есть, здесь мы предполагаем не только реформу судебной системы, но и реформу уголовного преследования за преступления, которые сейчас не рассматриваются и не входят в уголовный кодекс, ну, так скажем, наркотизация. Целый ряд предложений у нас есть, отдельно разработанная программа именно в этой сфере. Информационная политика раздел. Национализировать все средства массовой информации федерального уровня, ввести нравственную цензуру и уголовное преследование за ложь, клевету, оскорбление, дезинформацию, порнографию и подрыв традиционных устоев общества. Вот если все это дело оформится в деятельные структуры правоохранительной системы и в правовые нормы, то тогда у нас средства массовой информации просто преобразуются. То, что воздействует на массового зрителя, массового читателя, не должно быть в руках частных лиц. Могут быть корпоративные издания, ну, например, может быть учительская газета, но тогда управление этой учительской газетой не должны заниматься этим не чиновники, а учительская общественность должна формироваться в какую-то среду, которая для себя выпускает эту учительскую газету. Но не может частное лицо выпускать газету, рассчитанную на массового читателя. Не может. Поэтому национализировать все СМИ федерального уровня – это уж минимум. Дальше, немножко глубже, это вот отказ в признании право частной собственности на средства массовой информации. Где грань между массовой информацией и не массовой, можно определить, где корпоративные издания, где научные издания, где какие-то специфические, скажем, рекламные издания. Это вопрос другой. Но где массовой информацией не может быть никакой частной собственности, это либо общественные структуры должны владеть, и, соответственно, общественные структуры должны наблюдательные советы создавать, либо это государственные структуры, которые преследуют интересы всего общества, всей нации в целом, а не каких-то частных лиц. Организовать государственную пропаганду, историко-культурного наследия, здорового образа жизни и семейных ценностей – этого практически нет в сегодняшних средствах массовой информации. А это должна быть систематизирована, организованная политика, которая проводится не в Министерстве печати информации, к чему оно вообще такое, а в Министерстве культуры. Вот Министерство культуры должно полностью поглотить Министерство печати, средств массовой информации, там у нас длинное название. Все это должно быть поглощено именно с целью пропаганды историко-культурного наследия, здорового образа жизни и семейных ценностей. Иначе у нас Министерство культуры занимается непонятно чем – спонсированием. Бог знает каких идиотских кинопроектов, вроде Михалковщины или еще каких-то других. Важный вопрос о вере. Это последний раздел из двух пунктов. Первый из этих пунктов – освободить Русскую Православную Церковь от бюрократизации и коммерциализации. Это уже произошло, и без вмешательства государственных органов, без того, чтобы Церковь осталась Церковью, мы Российскую Империю не построим, а Россию не спасем. Вернуть ей, то есть РПЦ, историческое предназначение – быть сердцем, совестью и душой русского народа. Надо признать, что сейчас этого нет, сейчас эта миссия полностью исчезла, и Московская Патриархия, которая у нас олицетворяет РПЦ, стала действительно бюрократическим, и даже, я бы сказал, пропагандистским институтом в пользу ныне действующей олигархии. Вот вернуть предназначение РПЦ, быть сердцем, совестью и душой русского народа – это один из разделов нашей программы. Естественно, для этого нужно отказаться полностью от бюрократизации и коммерциализации. Это целый спектр мер, которые должны быть приняты под контролем государства, для того, чтобы Церковь действительно была русской православной. И второй пункт. Прекратить в России распространение нетрадиционных конфессий, культов и верований. Запретить пропаганду агрессивного атеизма и посягательства на свободу вероисповедания. Первенствующей и господствующей является христианская православная вера. Если это не так, то Русь идет под откос. Это абсолютное убеждение. Даже если человек не верующий, он должен прекрасно понимать, что в вопросах вероисповедания без первенства РПЦ, которой возвращена ее миссия, Россию спасти от гибели невозможно, потому что опора русского мировоззрения в течение веков была именно на православную веру. Без этого, без православной веры мы не сдвинемся в сторону национального государства от нынешнего гибельного состояния ни на шаг. И, наконец, заключительное положение. Партия Великая Россия провозглашает построение общества, где каждый имеет равные права и обязанности, где привилегии есть служение нации, державе, вере. Да, вы можете служить и вере, и державе, но прежде всего вы, конечно, должны служить нации. Если вы нации не служите, то тогда, соответственно, ваши права должны быть усечены. Мы видим грядущую Россию, суверенной державой, развивающейся как страна русской цивилизации, продолжающей свою вековую историю, именно так, а не историю 70 лет или последних четверти века, почитающей свои традиции, воспринимающей все лучшее у других народов мира. То есть мы не отгораживаемся, при всем при том, что Российская империя, как национальное государство, действительно имеет свое собственное мировоззренческое ядро, она не отделяется от всего остального мира, наоборот, впитывает все полезное, все то, что необходимо для существования современной полноценной русской нации. Наш идеал – Россия, управляемая русским вождем, самодержавным государем, новой государственной элитой и народным представительством. Здесь содержится некий социально-политический идеал, самодержавный государь, как ключевой институт российской государственности. Это не означает, что на завтра надо устанавливать монархию, и что мы знаем просто до деталей, как она должна быть устроена. Но есть такой идеал, наш идеал – Россия, управляемая русским вождем, то есть единоличным правителем, который, конечно, не является ни президентом, ни премьером, это те, кто, в общем-то, обслуживает высшую государственную власть, только обслуживает и интересы в целом страны. А вот верховный арбитр должен быть один, и он должен быть самодержавным, суверенным. Такая конструкция власти является идеальной. И о том, что эта конструкция идеальна, говорит и вся история человечества, за исключением последнего, может быть, столетия. И русская государственность, которая всегда опиралась на единоличную высшую власть. Ну, конечно, не на такую, которую придумали большевики, а потом постбольшевики. Мы беремся за труд устроения государства, требующий самостоятельного служения всех слоев общества, за установление национальной диктатуры для избавления нации от всевластия олигархии и засилия лжи во имя торжества божественной правды, свободы и справедливости. Очень важно здесь вводится понятие национальной диктатуры, о котором надо поговорить отдельно, потому что диктатура у многих людей воспринимается как беззаконие. Диктатура – это суровый закон на переходный период для того, чтобы выправить то, что вывихнуто. Поэтому мы говорим для избавления нации от всевластия олигархии и засилия лжи во имя торжества божественной правды, свободы и справедливости. То есть мы идем на жесткий порядок, на жесткие законы, на законы, как вот есть драконовские законы, такой термин – законы драконата, очень жесткие законы, которые существовали когда-то в древности и в более поздние периоды древние греки говорили, вот были драконовские законы. Не потому что там дракон какой-то летал, а потому что были законы драконата. И у нас тоже должны быть установлены такие жесткие законы, которые избавят нас от олигархии и лжецов, которые у нас на всех этажах государственной власти в системе средств массовой информации прежде всего. Пока этого не сделано, говорить о том, что можно установить полноценные законы, полноценное правовое государство невозможно. Сначала надо выправить вывихнутые члены всего нашего организма, вылечить его. Для этого немного нужно. 3-4 года и национальная диктатура все поставит на свои места, будет реализована большая часть той программы, которую мы представили вам. И тогда Россия будет развиваться очень быстро, так стремительно, как ни одна другая страна. И Китай в подметки не будет годиться. Все будут заглядывать в глазки русскому правителю и ждать от него одобрения и милосердия. За 3-4 года реализация нашей программы в формате национальной диктатуры приведет к национальному государству, национальной форме управления и процветанию России на длительный период. Лидеры партии берут на себя ответственность за выполнение программы перед русскими людьми Россией и Богом. Если вы готовы поддержать, если вы готовы в этом соучаствовать, вы должны работать в нашей организации политической партии Великой России. Для того, чтобы в ней состоять, надо в ней действовать. Тот, кто говорит, а я вроде с вами согласен, ну запишите меня, у нас такого нет. Если ты хочешь с нами вместе реализовывать вот эту программу, программу истинного русского национализма, ты должен, во-первых, начать работать в политической партии для реализации этой программы, взять на себя какой-то конкретный участок работы надолго. Не просто так поработал и забыл, знаете, я это вот устал, у меня изменились обстоятельства, я побежал дальше. Ну беги дальше, только не надо тогда проситься в партию. Поработал, мы увидели, что мы друг к другу подходим, мы составили не просто политическую общность, а некие признаки братства в этом обществе, заметили, что вот новый член нашего политического братства присоединяется к нам, пусть у него будут какие-то расхождения по другим вопросам, но вот по программе, которая представлена, не будет расхождения, и эта программа пойдет в реализацию. Тогда мы говорим, да, ты нам подходишь, человек говорит, я вам подхожу, человек приносит присягу на верность партии, соглашается с уставом, со всеми там дисциплинарными моментами, и тогда он становится полноценным членом партии Великой России. Если он просто хочет со стороны что-то там поддерживать, ради бога мы скажем только спасибо, это союзник, сторонник партии, но в формировании текущей деятельности партии он не принимает участие, значит не имеет права на решение партии, на выработку ее позиции по конкретным моментам реализации вот этой представленной вам программы. Я думаю, что в следующих передачах «Русские новости» я расскажу о других идеологических документах не только партии «Великая Россия», но и союзных ей структур. И я думаю, что это будет полезно для того, чтобы люди знали, к кому они могут присоединяться, как они могут присоединяться, и почему со стороны нельзя никого поддержать. Если вы не участвуете в русском движении, то вы просто зритель, вы просто, как говорят, набрали попкорна, и сидите, наблюдайте за тем, как ваша страна и ваш народ гибнет. Вы можете сочувствовать, но это все ваше частное переживание перед экраном телевизора или за книжкой. Если вы ничем не помогаете русскому движению, вы вне этого русского движения и находитесь. Ваши мнения по этому поводу абсолютно не влияют на ситуацию. Вот если вы хотя бы на какую-то малоощутимую долю участвуете в русском движении и пытаетесь воздействовать на ситуацию, хотя бы пытаетесь, тогда вы можете быть с нами. Если вы согласны с той программой, которую я представил, тогда вы можете вступить в партию Великой России после опыта совместной продуктивной деятельности в пропаганде, в организации, в каких-то там интернет-проектах, в поиске финансирования для партии, в каких-то там дизайнерских разработках. Есть масса всяких деталей, которые могут быть полезны как для русского движения в целом, так и для того, чтобы одна из структур этого движения укреплялась, разрасталась численно, была более насыщена деятельными людьми. Вот если вы этим занимаетесь, значит вы с нами. Если вы этим не занимаетесь, ну спасибо вам за сочувствие, и на этом мы можем перестать общаться, потому что это ваше сочувствие не очень интересно. Ваше противодействие тем более. Нам интересно искать союзников, сторонников и соратников. Вот я обращаюсь к тем, кто ищет то же самое. Ищет полноценной идеологически заряженной организации, русской организации, русской национальной организации, партии, организации националистов. И вот с этими людьми мы готовы вести диалог, что-то объяснять, куда-то втягивать. Но этот диалог должен быть не хаем меж собой, не собачьей свадьбой, не лаем друг на друга. Это должен быть полноценный интеллектуальный разговор, который имеет с обеих сторон целью совместную деятельность. Если такой цели нет, я прошу ни в какие разговоры, ни меня, ни других соратников по партии не втягивать, потому что это просто пустая трата времени. Поэтому слава России, смерть олигархии, вот наш лозунг, который включен в программу партии, это воля нации вместо диктатуры олигархии. Воля нации вместо диктатуры олигархии. И слава России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова